Физический недуг не ставит крест на жизни. Это из года в год себе и окружающим доказывают участники международного марафона инвалидов-колясочников Содружества. В седьмой раз они приехали в Гомель, чтобы принять участие в очередном этапе пробега. Виталий Краснобаев встретился с марафонцами. Яны стартовали четыре дни тому в знакомитом зорном городку. И за десять днём марафону мают на мер переодолеть тысячи километров. Марафонца уже сутракали на родиме первого космонавта в Гагарине. Затым был Смоленск и город-атомщиков Десногорск. Теперь на Чарде Гомель. Кали не ведать, чему в этом году присвятили свой пробег марафонцы, выбранный маршрут можно полечить выпадковым. Але две годовины со дня первого полета человека в космос и аварии на ЧАЭС тлумачать обранный шлях. Атомная энергетика, як и полет в космос, безпречная досягнение цивилизации. Але и они могут привести до трагедии, кали выйдуть спад контролю. Это вот прежде всего, чтобы всё это вместе приносило пользу, благо человека, а не против всего, вот то, что с нами происходило и во время, 25 лет назад. Старт Гомельского этапу марафону на Кургане Славы. Гэта своя особливая традиция – ускладать хветки и вянки у память обтых, кто оборонил гэты свет. А за тым сам пробег. У кожным городе удельники марафону переодоливают от трех до пяти километров. И гэта неспоборництвы на худкость. Тут кожный удельник уже переможца. В марафоне ведь участвуют активные ребята, потому что выдержать сам марафон, я вам скажу, это дело непростое. Мы почти каждый день на колесах и всё, нагрузка. Трудно поехать две недели. Ну, это напряг большой для человека в коляске. И с проживанием, и с барьев, и всё. Больше из судейников марафона у инвалидное кресло трапили волею обставин. Складанная хвороба, обо наступстве катастрофы – история у кожного своя. Алия объедновывая их одно – имкнение доказать собе и новокольным, что хвороба не ставить крыш на житти. Я пять лет назад приехал в марафон сюда ехать в сотрудничество, посвященное 20-летию Чернобыля. Влюбился в Беларусь, остался и вот уже пять лет живу здесь. Мы начали вторую жизнь по-новому. Мы тоже с высоты коляски не знали, что мир такой недоступный. Мы тоже не замечали, что есть вокруг нас такие люди. А сегодня мы пропагандируем такими марафонами отношения, что мы равны. У нас те же потребности, как у вас. Мы также хотим учиться, лечиться, создавать семьи, любить, растить детей. В программе гомельского этапа марафону не только пробег, алия еще и экскурсии по городу. Забовязковыми встречами с мясцовыми инвалидами-колясочниками. И уже сегодня марафон снова станет на колы. У дельников садружности чекаются еще украинские Киев, Сумы и Полтава. Виталья Краснобаева, Александр Мурашкин, Первый канал, Гомель.